В эфире новости дня. В студии Татьяна Штиллер. Здравствуйте. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минтруд разъясняет требования к компаниям при работе с сотрудниками без военного билета. Зарплата в 150 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить стоматологу-ортодонту в Оренбурге. Кто еще в топе высокооплачиваемых профессий? Артем Алискеров победил лейкоз, перенес 31 сеанс химиотерапии. А теперь бежит марафон по городам России. Сегодня он в Оренбурге. Губернатор Денис Паслер по поручению президента Владимира Путина вручил государственные награды участникам специальной военной операции. За мужество, отвагу и самоотверженность, которые оренбуржцы проявили при исполнении воинского долга, медалью Суворова награждены двое военнослужащих, медалью Жукова – семь человек. Глава региона отметил профессионализм бойцов в сложных и опасных ситуациях, а также поблагодарил за стойкость и мужество. Забота об участниках специальной военной операции остается одной из первоочередных задач, отмечают в правительстве области. Из Оренбуржья на фронт регулярно отправляются гуманитарные грузы, снаряжение и техника. Помощь в сборе оказывают представители промышленности, бизнеса и просто неравнодушные жители региона. В начале сентября 50 тонн самого необходимого доставлены на передовую, в том числе автомобили УАЗ и Нива высокой проходимости, готовые к работе в боевых условиях. Мы продолжаем. Бюджетники получили прибавку к зарплате, а нерасторопные главы муниципалитетов – разгон. Губернатор Денис Паслер провел заседание правительства области. Какие вопросы поднимались, узнали Александр Криволапов и Игорь Бероев. Денис Паслер начал заседание правительства области решительно. Повестка была отложена в сторону. Началась работа над ошибками. Вернулись к теме последних дней разметка на дорогах, а вернее ее отсутствие возле учебных заведений. На заседание был вызван главный автоинспектор области. По городу Оренбургу 5 пешеходных переходов остаются неразмеченными. Это гимназия 7, средняя школа 53, 7, 6 и 6, лице номер 8. По городу Орска на двух пешеходных переходах не устранены эти недостатки. Василий Николаевич сказал следующую историю, что нет, у нас все устранено. У вас данные немножко, соответственно, не уточненные. Мы вам передадим. Прошло 10 дней. Уже с вами пора, по-моему, со всеми разбираться там в Орске, со всем руководством города, чтобы сегодня все нарисовали. Сами идите краски, покупайте и рисуйте, какие нужны там. Не все хорошо с разметкой у школ и в областном центре. В этом лично убедился вице-губернатор Дмитрий Кулагин. Разметки нет вовсе. Разметка стерта. Люди переходят в школу. Школа находится прямо на островке с трех сторон подъезда. Школа 55-я. Разметка почти стерта. Недавно открытая школа в южном поселке Оренбурга тоже вызвала нарекания губернатора. Ну что я-то контролирую ваши-то обязательства? Будем ежедневно контролировать, Михаилович. Хорошо. На следующем заседании с первого по пятого, Лен, поставь, послушаем, доложите. Съездите, посмотрите еще сами, чтобы успевали в сроке. А там же дети ходят, огромное количество. Нагоняя от губернатора, получает администрация Орска. За неуложенную плитку в центре города и разбитый Гагаринский мост. Претензии накопились к руководству Солилецкого городского округа. Благоустройство парка на реке Песчанки зашло в тупик. Некачественную плитку пришлось перекладывать. Работы ведутся с нарушением сроков. Солилецк. Идет укладка плитки, устанавливается сва, и ведутся работы по перекладке в качество. Это же обед благоустройства, не капитального средства. О чем говорить. А потом деньги эти просто не возьмете. И будете платить в свой бюджет. Переходят и к теме уборки. По словам профильного министра Сергея Балыкина, убрано 75% площадей. Не все так гладко и силом, а зимах культур. В соглашении аграриев с министерством стояли одни площади, а на деле выходят другие, намного меньше. Земледельцы грешат на проливные дожди. В районе Ютаева прошел сильный ливневый дождь. Что посеяли, все почти смыло. Сев азимах выполнен на площади 773 тысячи гектаров, что составляет 86% к плану. Оренбургская зона рискованного земледелия, а зимы традиционно дают больше урожай, чем яровые. Александр Криволапов, Игорь Бероев, Новости дня. В Сорочинске вновь фиксируется превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщают в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области. В ведомства стали поступать жалобы. Жители города отмечали неприятный запах сероводорода. Экологический пост, который находится в зоне действия нефтяных терминалов, зафиксировал превышение по данному показателю. Как сообщают в региональном министерстве природы, с руководством терминала налажена обратная связь. И в случае новых фиксаций превышения загрязняющих веществ на предприятии незамедлительно реагируют, вплоть до приостановки работы. Однако это не дало ожидаемого результата. Даже во время приостановки фиксация сероводорода не прекращалась. Специалисты сделали вывод, вероятным источником неприятных запахов может быть другая организация, которая занимается производством нефтепродуктов. В начале льета деятельность предприятия была приостановлена на 90 суток за грубые нарушения природоохранного законодательства. Срок приостановки предприятия истек. Жители вновь стали ощущать неприятные запахи в атмосферном воздухе. В январе-апреле текущего года стационарным постом в Сорочинске зафиксировано более 130 превышений по сероводороду. С мая по июнь 4 за первую декаду сентября порядка 40 фактов отмечают в ведомстве. Все собранные материалы передадут в управление Роспотребнадзора, Росприроднадзора, а также в прокуратуру и полицию. На сотрудников госжилинспекции и одного из руководителей управляющей компании «Галактика» в Оренбурге заведены уголовные дела. Поводом послужила прокурорская проверка. 45 домов незаконно были переданы под ведомство из другой управляющей компании. О ситуации рассказали жители одного из многоквартирных домов на приеме генерального прокурора Игоря Краснова, который находился с рабочим визитом в областном центре в июне. Люди говорили о массовой смене управляющих компаний. Перевод провели на основании поддельных протоколов общих собраний жильцов, а также вопреки желанию собственников. В ходе проверки удалось выяснить, региональная госжилинспекция фактически незаконно приняла решение об исключении из реестра управляющих компаний добросовестную организацию. В результате 45 домов перешли под управление компанией «Галактика», в интересах которой как раз и были подделаны протоколы. Возбуждены уголовные дела как в отношении сотрудников государственной жилищной инспекции, так и управляющей компании. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры. В память кавалеру трудового красного знамени в Октябрьском районе открыли мемориальную доску Николаю Сизинцеву. В торжественной церемонии открытия приняли участие не только представители правительства области, но и федеральные гости. На здании правления колхоза имени Кирова в Октябрьском районе появилась табличка в память о выдающемся советском деятеле. 15 сентября Николаю Сизинцеву исполнилось бы 89 лет. На церемонии открытия памятного места неравнодушные жители села, заместитель директора департамента регуляторной политики правительства России Андрей Спиридонов, он же внук Николая Сизинцева. Говорит, событие для него и его семьи по-особенному трепетное. Огромное спасибо за вот эту дорогу, которая будет вести к мемориальной доске. На самом деле, мемориальная доска – это не самое главное. Главное – это то, что человек сделал, результаты его труда, его работы, оно должно в памяти жить. Доска – это просто лишь дань памяти и уважения. А на самом деле, память основная – это в делах. Николай Сизинцев 12 лет работал директором совхоза имени Фурманова. Тогда ему удалось осуществить, казалось бы, невозможное – выполнить план двух пятилеток за три года каждую. Совхоз имени Фурманова стал миллионером, показав высокий уровень производства. Решение установить мемориальную доску в Октябрьском районе принято не случайно. Имени в колхозе имени Кирова Сизинцев начал свою трудовую деятельность ветеринарным врачом. С душой, с трудолюбием, с любовью к родному краю. Поэтому для нас с вами, особенно для подрастающего поколения, это хороший пример такой трудовой доблести, мужества. И мы с вами должны сегодня стремиться к этому же, потому что на самом деле сегодня вы – будущее нашей страны. Заслуги Николая Сизинцева – пример для подражания. Государственный деятель был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. Многократно отмечен ведомственными и областными наградами. Сейчас прервемся, и вот что будет в нашей программе дальше. Полмиллиона рублей за неявку в военкомат. Минтруд разъясняет требования к компаниям при работе с сотрудниками без военного билета. Зарплата в 150 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить стоматологу-ортодонту в Оренбурге. Кто еще в топе высокооплачиваемых профессий? Артем Алискеров победил лейкоз, перенес 31 сеанс химиотерапии. А теперь бежит марафон по городам России. Сегодня он в Оренбурге. Это новости дня. Мы продолжаем. Минтруд разъяснил, как нанимать сотрудников без военного билета. Отсутствие документа не должно препятствовать трудоустройству, пишет российская газета. И все же об отсутствии военного билета компания обязана сообщить военный комиссариат в трехдневный срок. Специалисты поясняют, в последнее время увеличилось количество случаев, когда работники не предоставляют военный билет. Минтруд выпустил письмо, в котором поясняют, наем сотрудников без этих документов не является нарушением. При этом за отсутствие военного билета компания может быть оштрафована максимум на 5 тысяч рублей. Но с 1 октября штрафы вырастут. За несвоевременную отправку сведений, необходимых для введения воинского учета, работодателю грозит штраф в 40-50 тысяч рублей. Самые большие штрафы компания может получить, если при мобилизации не обеспечит вручение повестки сотруднику и его явку в военкомат 400-500 тысяч рублей. Как отмечают специалисты, работодатели в последнее время не рискуют и настороженно стали относиться к кандидатам без военных билетов. А сейчас к информации на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Зарплата в 150 тысяч рублей. Такие деньги готовы платить стоматологу-ортодонту в Оренбурге. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы проанализировал 75 тысяч вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до миллиона человек. В топ высокооплачиваемых работ в сентябре помимо стоматолога-ортодонта вошли водители категории B, C, E. Работодатель – предприятие машиностроительного комплекса. Кандидату обещают зарплату до 70 тысяч рублей, годовой бонус и квартальные премии. Полис добровольного медицинского страхования, оплату питания. На третьем месте – вакансия автомеханика. Сотруднику готовы платить от 50 тысяч рублей. Также в рейтинг вошла вакансия оператора-наладчика станков с числовым программным управлением. Ему предлагают оплату в размере 50 тысяч рублей и развозку корпоративным транспортом. Замыкает рейтинг вакансии администратора торгового зала. Работодатель – крупнейшая федеральная розничная сеть. Будущему сотруднику обещают зарплату от 44 до 50 тысяч рублей. Дополнительные скидки, полис ДМС, льготное питание, подарки сотрудникам и их детям на праздники. В Ульяновске – в топе наиболее оплачиваемых позиций вакансия заместителя министра здравоохранения Ульяновской области с зарплатой почти в 67 с половиной тысяч рублей. В Саратове – директор по производству от 130 тысяч рублей. Тюмень – менеджеры по продажам обещают зарплату до 150 тысяч рублей. Во Владивостоке ждут на работу врачей-ортопедов и готовы платить 120 тысяч рублей. Победивший рак крови Артем Алискеров пробежит 3000 километров по городам России. 1 сентября в Улан-Удэ стартовал его всероссийский марафон донорства костного мозга. На поставленную цель мужчине потребуется 72 дня. Во вторник Артем пробежал свою дистанцию в Оренбурге. Подробности в сюжете Айнура Алиевой и Виктора Горшенева. Полтора года подготовки к марафону, ежедневные тренировки. Артем Алискеров преодолел непростой путь. Он победил рак крови. За три года он прошел 31 курс химиотерапии. Сейчас мужчина поддерживает развитие донорства костного мозга в России. Своим примером показывает, что спортивная жизнь после онкологии существует. Каждый день новый город и новая марафонская дистанция. Оренбург по счету 19-й. Здесь он пробежал 42 километра. Если вы скажете, что это невозможно, вы будете правы. Если вы скажете, что это возможно, вы будете правы. Все это зависит за вас. Изначально миссия после моего лечения заключалась в том, чтобы показать людям, что жизнь после онкологии существует. И может быть лучше, что все ограничения в голове. Доноры и пациент должны совпадать по ДНК. Это ключевое условие успешности проведения трансплантации. На сегодня в федеральном регистре значатся более 200 тысяч доноров костного мозга. Необходимо 500 тысяч. За время проведения марафона уже около 3 тысяч человек вступили в федеральные регистры. Мы призываем оренбуржцев вступать в донорство в ряды доноров костного мозга. Для этого нужно совсем немножко сдать 2 миллилитра крови, потому что должна быть совместимость с потенциальным рецепиентом. И сейчас задача просто создать донорский банк. Любой желающий может вступить в ряды доноров костного мозга. Для этого в каждом городе работает мобильная станция переливания. После сдачи образец крови направляют на тестирование. Закрепляют код донора. Информацию вносят в регистр. Подходящего человека вызывают на процедуру сдачи костного мозга. Айнура Алиева, Виктор Горшенев. Новости дня. Пока Артем Алискеров пробегал 42 километра по Оренбургу, жители города собрались у мобильной станции переливания. Также в честь марафона рядом с памятником донору прошел концерт. Благодарность тем, кто неравнодушен к чужой беде. Более 200 доноров пришли на мероприятие. 120 человек из них вступили в федеральный регистр доноров костного мозга. Критерии простые. Здоровый образ жизни, возраст от 18 до 45 лет. Много времени процесс сдачи крови не занимает. Достаточно ждать всего лишь 5 миллилитров крови, для того, чтобы подписать соответствующие анкетные документы на обработку персональных данных. И человек, собственно говоря, уже вошел в этот регистр, пока не найдется у него гимнастические двойки. Первым донором костного мозга в Оренбурге стал Александр Рогулев. Он спас жизнь своему брату Дмитрию в 2018 году. После операции на многие вещи стал смотреть по-новому. Понял, как важно помогать другим людям. Александр поделился, как проходила процедура. Меня переместили в стерильный бокс и наблюдали уже за моими жизненными показателями. В ночь перед операцией меня подготовили. Уже на следующий день прошла операция. А когда я проснулся в комнате просыпания, и меня отвезли обратно в стерильный бокс, родители сообщили, что мой костный мозг уже влили брату, и что начинается процедура восстановления. На сегодня 5000 россиян нуждаются в трансплантологии. До 10 ноября можно будет прийти на станцию переливания крови и вступить в федеральный регистр донора костного мозга. В Оренбурге прошел мастер-класс от местного шеф-повара. Александр Лутовин поделился с жителями областного центра рецептами своих фирменных блюд. Аромат сочного мяса и пряных специй в плове с мраморной говядиной. Именно так, по мнению шеф-повара, нужно закрывать сезон гриль. В честь этого события для оренбургцев проводится мастер-класс. Повар пошагово показывает, как создавать вкусный ужин, но и здесь рассказывает не все кулинарные тайны. Осень – это пора закрытия шашуточного сезона. А мы сегодня готовим в центре города, так что вы можете найти нас по запаху нашего ароматного шашлыка. Ни один повар не раскрывает секретов приготовления своих блюд, но самая главная фишка – это готовить свои блюда с любовью. Александр – шеф-повар и владелец кафе «Ракета». В 2021 году он стал участником шоу Константина Ивлева «На ножах». Комментаторы в сети отмечают, это был один из самых семейных и домашних выпусков программы. Александр в профессии давно, в бизнесе ему активно помогает семья. Супруга и дети также погружены в процесс. Сын Александра учится на повара и планирует идти по стопам отца. Важность семейных ценностей для шефа – это основа успеха его работы, говорит повар. Мастер-класс получился добрым и вкусным. Приятным завершением стала дегустация блюд прямо с мангала. В «Газпром» газораспределение «Оренбург» определили лучших водителей грузовых и легковых автомобилей. Подробности смотрите далее. В конкурсе приняли участие представители девяти филиалов предприятия. В рамках профессиональных состязаний им предстояло выполнить фигурное вождение на автодроме и ответить на теоретические вопросы о правилах дорожного движения. Водитель – это специальность, которая требует ответственного подхода, концентрации и профессионализма. Участники достойно подготовились к конкурсу и показали высокий уровень мастерства. Конкурсы профессионального мастерства в нашем обществе проводятся на постоянной основе. И именно данный конкурс у нас проводился в рамках исполнения предприятий по безопасности дорожного движения. Данные конкурсы проводятся в целях развития корпоративных ценностей, обмена профессиональным опытом среди наших работников. Лучшими водителями в обеих номинациях призваны специалисты филиала «Орск-Межрайгаз» Константин Климов и Юрий Кравцов. Серебро в номинации «Легковой автомобиль» завоевал и Юрий Симонов, водитель филиала «Газпром-газораспределение Оренбург» в Оренбургском районе. Бронзу – Евгений Коробенников, филиал в Бузлукском районе. За рулем грузового автомобиля второе место занял Рамиль Беремгалиев, филиал в городе Оренбурге. Третье – Михаил Твердышев, филиал в Оренбургском районе. О спорте. Шесть очков с выезда. Орский Южный Урал отлично провел первое гостевое турне чемпионата высшей хоккейной лиги. Начали с Югрой в Хантамансийске, где по игре, ни в чем не уступая фаворитам, очков не приобрели. Зато сделали это в Тюмени против крепкого рубина. Хозяева быстро открыли счет. В начале второго периода его удвоили и стали беспрерывно удаляться, проведя в меньшинстве половину игрового отрезка. Одним из пяти нарушений гости воспользовались. Точный бросок удался Кузнецову. В третьем периоде тюменцы насели на наши ворота. Только вот дебютант Смолин, которого тренера отрядили на последний рубеж, был непробиваем. В концовке, так же, как и в предыдущем матче, арчане сняли вратаря и в этот раз добились успеха. В финале штурм завершился шайбой Маклазяна 2-2. Овертайм без голов. А на булиты наши тренеры поставили в рамку Кузмаула, который ни разу не позволил отличиться хозяевам. Полевые же, снова Маклазян и Степанов, использовали свои шансы. Есть первая победа в гостях. Не первую игру. Мы даем фору сопернику в две шайбы. Потом прилагаем героические усилия, чтобы сравнять, выиграть. Поэтому парни молодчики. Я в раздевалке сейчас сказал, что сегодня герой. И у нас без разницы, какой соперник. Мы выходим играть на победу. Всего лишь через день после сибирского блока арчанам предстояла встреча в Москве со звездой. Предыдущий воеж в столицу хотелось бы вычеркнуть из памяти. Тогда получили от фармклуба ЦСКА шесть безответных шайб. А сейчас выиграли в овертайме. Хозяева открыли счет уже на 23-й секунде матча. Зато к первому перерыву на табло горели цифры 2-2. А к финале сирене 3-3. В самом начале овертайма свой второй гол в матче и победный забил командированный к нам из магнитки Михаил Грасс. Он принес очередные два очка в командную копилку. Из Москвы арчане отправились в Тулу. Местный АКМ открывал домашний сезон после сверхудачного выезда. И сразу осадил ворота, которые вновь доверили защищать молодому Смолину. В начале второго периода он пропустил единственную шайбу. В финальной 20-ти минутке счет в большинстве сравнял Кузнецов. А затем Степанов дальним броском забил победный гол. 2-1. Ударная поездка подняла Южный Урал на второе место в таблице. У преследователей меньшее количество сыгранных матчей. И ситуация, скорее всего, изменится. Но сейчас стоит насладиться моментом. Анатолий Юденич, Егор Катаев. Новости дня. И уже в эту пятницу Южный Урал продолжит игры чемпионата России. Команда открыла сезон в Оренбургском ледовом дворце «Звездные». А сейчас начнет серию игр в Родноморске. 22 сентября Южный Урал будет принимать «Омские крылья». Телеканал ОРТ вновь будет транслировать домашнюю встречу в прямом эфире. Начало игры в 17 часов. Не пропустите. На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте орттв.ру. Также присоединяйтесь к группам телеканала в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по телефону 8 987 852 60 11. Ну, я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова